В России уже второй день проходит голосование по поправкам в Конституцию страны. Инициатором стал президент Владимир Путин. В основной закон государства внесут больше 200 поправок, которые коснутся как социальной сферы, так и политической. Например, появится упоминание обязательной индексации пенсии и норма о минимальном размере оплаты труда, которая должна быть приравнена к прожиточному минимуму. Серьезно изменится структура власти. В стране новые полномочия получит Государственная Дума. Кроме того, в Конституции окажется упоминание Бога. Русский язык станет языком государствообразующего народа, а дети — важнейшим приоритетом политики. Однако ни одна из поправок не вызвала такой реакции, как предложение обнулить срок президента. Технически, если граждане России проголосуют «за», Путин снова будет баллотироваться на пост главы государства и останется у власти еще на два срока — до 2036 года. Это вызвало недовольство многих жителей страны и не только традиционно сочувствующих оппозиции. Очень быстро меняют свои мнения. Раньше говорила одно, а теперь другое. Я уже даже, не знаю, это близкие мне люди перестали это поддерживать, особенно после карантина. Те, кто просто потеряли надежду в этот человек.